здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры сегодня мы с вами разберем симметричные позиции то есть видите шашки на доске расположены одинаково и белые и черные и вот в этой позиции 3 на 3 побеждает тот кто начинает первым если ход белых то они выиграют таким образом fe5 черных единственный ход а b4 отдаем шашку и d6 размен и после единственного хода и f6 играем cd6 после хода hg5 снова единственный ход у черных мы снова меняемся ну и побеждаем видите белые успевают раньше черных пройти в дамки и легко выигрывают это несложная позиция вторая позиция уже немножко посложнее классика от московского мастера кстати который родился в ярославской области николая кукуева дважды серебряного призера чемпионатов ссср по русским шашкам в этой позиции также побеждает тот кто начинает первым первый ход dc3 у черных есть два хода и f6 и cb4 после f6 белые видите легко побеждают нападаем просто cd4 черные вынуждены отдать шашку ну и для прорыва им придется отдать вторую шашку эта позиция легко выиграна за белых то есть мы проводим дамку затем занимаем большую дорогу проводим оставшиеся две шашки в дамке строим треугольник петрова и побеждаем кто не знает как строить треугольник петрова подсказку оставлю верхнем правом углу ознакомьтесь так после хода dc3 поэтому черным сильнее отдать шашку cb4 белым надо побить на поле цепи опять и здесь у черных есть два варианта либо играть и f6 либо dc5 давайте рассмотрим оба если черная игра dc5 то белые выиграют таким образом играют f5 и у черных видите единственный ход еf6 лучшего нет после размена белые жертвуют обратно лишнюю шашку и возникает оппозиция 2 на 2 то есть оппозиция это противостояние белых и черных шашек белые играют еf4 то есть видите эта шашка держит эту шашку а вот эта шашка держит эту шашку то есть как бы черные не играли белые побеждают допустим f7 f5 ab6 ab4 b5 bc5 ну и черным просто некуда прилично пойти остается только сдаться так второй вариант если черные отдали шашку и играют еf6 вот здесь белые выигрывают с помощью небольшой но симпатичной комбинации кто не знает как здесь выигрывать можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых бесполезно идти в дамки ab6 то есть черные грозят видите напасть и уравнять эту позицию а выигрывая здесь парадоксальный ход ab4 то есть на нападение f5 мы жертвуем две шашки и затем проводим так называемый удар по затылку тут даже скорее удар пяткой такой видите и черным снова остается только сдаться то есть видите их ход они отдают последнюю шашку и белые побеждают вот такая миниатюра от николая кухуева следующая позиция посложнее это этюд 2001 год ручкин белые начинают и выигрывают также можете поставить видео на паузу попытаться порешать эту позицию она довольно таки красиво заканчивается в обоих вариантах первый ход очевидный d3 теперь у черных есть два хода не д6 и fg7 давайте рассмотрим оба после fg7 белым надо сделать точный ход cd2 и здесь у черных снова два варианта на еда 6 мы выигрываем просто нападаем остается только отходить просто играем f5 с несложным выигрышем понятно поэтому остается играть в этой позиции только g6 тогда белые нападают cd4 ну и после того как черные отходят мы нападаем ходом fe5 похожую позицию мы увидим чуть позже здесь есть два варианта если черная игра от b3 после размена белая игра от dc3 ну и на любой ход еда 6 и f6 и fg7 без разницы белые играют cb4 и прорываются в дамки с выигрышем то есть черные до дамок дойти не успевают можете убедиться в этом сами теперь если черные в этой позиции играют fg5 вместо b3 тогда мы заходим в любки ну и тут есть два варианта если черная игра от b3 мы бьем дамки ну и после хода b2 бьем на h4 остается ставить дамку только на а1 на c1 так как на а1 нельзя ставить видите она будет тут же зажата остается ставить дамку на c1 только за белые играют d5 ну и здесь за счет двух лишних шашек белые легко побеждают рассмотрели ход fg7 также в этой позиции можно сыграть и d6 теперь белые уже нападают cd4 остается черным только отходить cb4 белые играют cd2 ну и тут снова есть два хода на b3 мы уже играем fe5 ну и после размена видите возникает оппозиция 2 на 2 играем dc3 и черным некуда ходить остается только сдаться если же черные в этой позиции играют f7 тогда меняемся dc3 ну и здесь видите снова черным некуда ходить остается только жертвовать шашку fg5 играть f6 для выигрыша белым здесь надо точно пожертвовать шашку hg7 ну и снова возникает оппозиция 2 на 2 cd2 hg7 d3 gf6 ef4 тоже важная позиция можете самостоятельно здесь уже убедиться если вот в этой позиции был бы ход белых они могли бы достичь ничьей допустим отдав шашку fe5 и прорвавшись дамки а если ход черный вот как данной позиции здесь черные ничьей достичь не могут как бы они не отдавали шашку либо таким либо таким образом белые раньше успевают пройти в дамки и легко выиграть следующая позиция перекликается с предыдущей в некоторых вариантах есть также начинающий выигрывает первый ход очевидный cd4 то есть при параллельных шашках вот этих вот видите е3 f4 c5 d6 как правило выгодно нападать первому ходом cd4 как правило это ведет преимущество ну и здесь белые даже побеждают у черных единственный ход cb4 и снова возникает вот эта позиция которую мы уже с вами рассматривали то есть мы играем fe5 и два варианта на b3 размен играем dc3 и на любой ход на любой ход допустим еd6 меняемся cb4 и успеваем раньше черных пройти в дамки с легким выигрышем если же черные в этой позиции игра fg5 тогда заходим в любки ну и здесь снова белые побеждают кстати забыл еще в предыдущей позиции рассмотреть вариант то есть в этой позиции еще возможен ход gf4 тут уже белые побеждают вот таким образом когда бьем на поле g5 и затем прорываемся в дамке и у черных два хода на b3 мы жертвуем шашку и обрезаем черных по большой дороге легким выигрышем если же черные в этой позиции играют допустим fg3 тогда отдаем шашку в эту сторону и снова обрезаем черных уже по двойнику надо играть gh2 лучшего нет тогда занимаем поле g1 ну и рано или поздно черные отдадут шашку мы их поймаем таким образом дамку если же черные будут просто двигаться по двойнику тогда просто сдвигаем шашку на c3 а затем бегаем по полям а7 и g1 то есть видите черные не могут поставить дамку так как она будет тут же поймана а если допустим играют сюда ну снова зажимаем их черные вынуждены пожертвовать шашку и мы ее ловим с выигрышем следующая позиция часто возникает в гамбитных позициях то есть вы должны уже при оценке вариантов в гамбитных позициях часто отталкиваться вот именно от нее в этой позиции запомните начинающие всегда проигрывает ну пусть в этот раз будет ход черных у черных есть два хода cb4 и fe7 после fe7 белые проводят несложный ударчик то есть отдаем шашку hg7 затем еще две cd4 и прорываемся в дамки ну и все здесь заканчивается знаменитым финалом штаны или вилка единственный ход hg7 видите сюда нельзя пойти потому что белые зайдут с тыла ну и черным останется только сдаться то есть hg7 тогда играем hg4 снова не даем пошевелить этой шашкой из-за нападения с поля е1 остается играть только g6 тогда уходим на е1 зафиксировали шашку а5 ну и на ход hg5 нападаем уже на шашку g5 ходом еd2 черные отходят играем на е1 и видите дамка держит вот эти две шашки а вот эта шашка c1 держит шашку а3 поэтому белые здесь легко побеждают черные еще могут отдать шашку сыграть hg3 ну тогда играем а b6 ну и на ход hg2 здесь выигрываем с помощью запирания это понятно то есть е7 играть нельзя остается играть только cb4 тогда отходим центр cd4 лучшего нет здесь черные еще пытаются пожертвовать шашку и сыграть а b4 мы тоже нападаем на черных fg5 приходится отходить когда жертвуем шашку жившись играем hg5 черные еще сопротивляются меняются скромно идем в дамки затем нападаем на черных размениваемся вот таким образом с выигрышем не сложная позиция то есть запомните еще раз вот в этой симметрии начинающий проигрывает следующая позиция часто возникает дебюте двойной кол тоже гамбитных позициях это фрагмент из партии миланич миланич милош анализ микерина 1990 года уже более сложная позиция здесь у белых есть три варианта cd4 самый сильный ход fg5 уже cd4 правильный ход fg5 проигрывает и f2 тоже проигрывает давайте сперва разберем проигрыши так если белые играют fg5 черные тогда играют de7 ну и на ход допустим еf4 уже нападают cb4 надо отходить ну на еd2 видите просто белых зажмут ходом dc5 поэтому приходится отходить cd4 черные меняются dc5 шашку жертвовать сейчас бесполезно fe5 и прорываться в дамки потому что черные успевают выиграть здесь dc3 fg7 cb2 gh8 также ставим дамку все эти противостояния белые черных дамок так называемый столбняк возникает черные грозят поймать дамку белых поэтому белых единственный ход еd2 когда черные играют cd6 но и на единственный ход де3 черные все таки ловят дамку белых dc3 и белые здесь проигрывают поэтому в этой позиции остается играть только еd2 да черные играют cd6 белые еще сопротивляются играют fe5 бьем именно на f4 белые бьют назад и играем еd6 ну и далее форсировано на f4 играем d5 и bc3 ну и здесь все заканчивается так называемая проводка из шашки c1 важное окончание cd2 еd6 d3 dc5 а позиция здесь пользу черных но белые еще могут прорваться в дамки прошу прощения е4 cb4 белые отдают шашку hg5 и идут дамки на bc3 играют еd6 черные играют cb2 белые dc7 и здесь важно сыграть hg3 то есть черные видите контролируют большую дорогу проводят шашку b2 в дамке затем шашку g3 в дамке и затем они проведут шашку f8 в дамке то есть возникает так называемая проводка шашки c1 кто не знает как проводить шашку c1 ну в данном случае шашку f8 подсказку оставлю верхнем правом углу запомните тоже важное окончание да то есть мы разобрали ход fg5 он проигрывает также проигрывает ход еф2 белые здесь выигрывают после нападения cb4 ну и здесь есть два хода так если белые играют cd2 тогда здесь важно черным пожертвовать шашку наиболее простой выигрыш то есть а b2 затем bc3 поставили рожон ну и здесь даже с лишней шашкой белые не могут достичь ничей например fg5 тут единственный ход у черных d7 остальное не ведет к выигрышу теперь на ход еф4 тоже единственный ход cd2 при других ходах белые успевают достичь ничей ну и на ход fe5 естественно бьем на d4 белые меняются же f6 еще прорываются в дамки но черные здесь красиво выигрывают например ставим дамку на е1 приходится ее пожертвовать белым бьем на h4 после постановки дамки закрываемся свете успеваем заблокировать дамку h8 на единственный ход допустим а b2 играем аж на f6 ну и на ход b3 уже просто зажимаем полностью белых связываем их по рукам и ногам остается только сдаться белым такой симпатичный выигрыш техничный так если в этой позиции белые допустим отходят cd4 не закрывается cd2 тогда здесь выигрывают не менее красивый вариант смотрите же черные жертвуют шашку и нападают fe5 видите можно либо отойти либо закрыться если белые закрываются за черные проводят небольшой удар отдают две шашки и прорываются в дамки с выигрышем если же белые отходят fg5 тогда заходим в любки грозим прорваться в дамки поэтому приходится отходить е4 единственный ход черные жертвуют вторую шашку а b4 и снова заходят в любки и выясняется что у белых проигранная позиция то есть на единственный ход dc5 бьем в дамки затем бьем на пункт f6 черные здесь легко побеждают такой симпатичный техничный выигрыш еф2 тоже проигрывает отметим ну и наконец главный вариант cd4 надо играть только так теперь у черных черные играют cb4 у белых снова единственный ход ед2 а вот dc5 уже тоже красиво очень проигрывает опрашивающийся ход но здесь белые проигрывают черные отдают шашку d5 и грозят пройти в дамки угроза видите поэтому белым приходится возвращать лишнюю шашку сейчас уже белые сами без шашки и пытаться самим пройти в дамки черные здесь выигрывают за счет стандартного приема то есть они играют а b4 и когда белые отходят на а7 меняются вот таким образом тоже важный прием полезно запомнить его помощью него иногда можно спасти партию так поэтому в этой позиции dc5 играть нельзя надо сыграть только ед2 ну и теперь все заканчивается ничьей черные меняются допустим dc5 играем ед4 черные cd6 ну и белым надо уравнивать надо проводить такой удар fe5 затем dc3 черные бьют на f6 мы играем dc5 ну и на ход fe5 уже пытаемся пройти в дамки cb6 ab2 bc7 черные ставят дамку на 1 но здесь самый простой самая простая ничья такая ставим дамку на b8 черные отходят и меняем шашку f8 за 2 шашки и достигаем ничьей позиция все-таки здесь за черных белых видите практически единственный вариант запомните cd4 а вот fg5 и f2 уже проигрывают следующая позиция также возникает очень часто в гамбитных позициях ну пусть здесь будет ход черных начинающий проигрывает то есть последний ход черных допустим была шашка не на c5 а на b6 а учуя у белых на g3 вместо f4 и если бы черные сыграли dc5 вот это еще давало ничего в русских шашках черные пошли bc5 и белые ответили gf4 и черные здесь проигрывают то есть два хода есть здесь cb4 и f5 оба проигрывают на cb4 просто поддерживаем симметрию играем также обезьяничаем то есть играем fg5 ну и два хода на d5 играем ed4 черным остается только сдаться нет полезных ходов на dc5 снова обезьяничаем играем f4 также видите у черных нет ходов на ход f5 выигрыш чуть посложнее играем hg5 двойной размен видите меняемся назад у черных здесь единственный ход f7 играем hg3 и на ход f6 здесь важно запомнить выигрывает только размен еда 4 все остальное идет ничьей здесь уже как по маслу все на f5 меняемся ну здесь либо позиция после f5 и f3 черным некуда ходить либо белые занимают центр и выигрывают то есть на dc5 играем f3 и на ход cb4 играем cd4 с выигрышем так еще возможен в этой позиции ход dc5 тогда играем g4 мы на единственный ход cb4 играем в центр черный еще жертвует шашку как-то сопротивляются у нас шашка лишняя поэтому мы ее можем вернуть и за счет нее выиграть то есть играем hg5 черным приходится отходить жертвам обратно лишнюю шашку играем hg5 снова позиция 3 на 3 легкий выигрыш следующая позиция несмотря на кажущуюся простоту очень сложная в этой позиции выигрывают начинающий так также очень часто возникает гамбитных позициях то есть запомните начинающий здесь выигрывает и первый ход очевидный e d4 то есть видите d5 здесь нельзя играть из-за простого hg7 размена и черным некуда ходить черные это видят и поэтому максимально сопротивляются жертвует шашку и сами нападают первые d5 белые отходят dc5 черный играет f4 cd6 ну и здесь возможны два варианта fg3 и fg3 давайте рассмотрим оба после fg3 как было в партии рахунов на мамедов 1991 года белые выигрывают таким образом играем dc7 ну и на ход gh2 ставим дамку на d8 приходится отходить черным fe5 тогда ограничиваем шашку e5 видите от похода в дамки по тройнику играем на g5 ну и после постановки черными дамками дамки скромно ведем вторую шашку в дамке здесь черные еще играют допустим gf2 то есть на нападение хотят сами напасть и достичь ничьей белые здесь могут просто допустим сыграть же 6 допустим черные сыграют на е1 здесь тогда уже ставим дамку наш 8 таким образом побеждаем так также в этой позиции возможен ход fe3 тогда уже играем bc7 ну здесь возможно также два варианта либо еф2 либо ед2 давайте рассмотрим оба если черный играет еф2 тогда ставим дамку на d8 снова надо отходить е5 и белые здесь выигрывают таким образом нападаем еще разок dc7 черные снова вынуждены отойти и снова обрезаем черный ход похода дамки по нижнему тройнику играем на f4 черные допустим ставят дамку на g1 ну и все повели вторую шашку в дамке черные еще сопротивляются игра dc3 то есть видите если мы сейчас поставим дамку на h8 черные достигнут ничьей напав на дамку f4 с поля h2 поэтому здесь аккуратно уводим дамку на c1 ну и после допустим хода на g5 уже ставим дамку на h8 почему дамку увели именно на c1 то есть если бы мы допустим увели на h8 ой на h6 тогда бы черные сыграли на c5 и здесь видите на h8 ставить дамку нельзя потому что черные разменяют одной из дамок и достигнут ничьей так что будьте аккуратны даже здесь так посмотрели ход еф2 если черный град едва наиболее сильное сопротивление тогда играем на d8 приходится отходить f5 и здесь надо сделать очень сложный ход hg7 только он ведет победе черных снова два варианта либо ставить дамку на е1 либо на c1 если они ставят дамку на е1 тогда здесь несложный выигрыш снова обрезаем черных от походов дамки по нижнему тройнику играем на g5 черные допустим нападают h4 ушли на c1 то есть на любой ход затем ставим дамку наш 8 выигрываем побив на поле b2 здесь ничего сложного нет если черные ставят дамку на c1 здесь выигрыш намного сложнее белые ставят дамку на h8 и черные отходят на f4 теперь важно не дать черным достигнуть поле h2 если они это сделают это будет ничейная позиция поэтому здесь ход очевидный белых играем на h4 ну здесь возможны несколько ходов то есть бесполезно вести шашку f4 на е3 потому что белая сыграет на е1 и затем эту шашку е3 скушают рано или поздно поэтому здесь черным проще играть дамкой есть несколько ходов допустим ну смотрите если они играют f3 как здесь можно выиграть технично играем на е1 единственный ход у черных остался на а3 тогда играем hg7 иди снова единственный ход допустим на c1 на остальные ходы грозил g6 а здесь снова играем g6 и видите у черных нет темпа чтобы защитить шашку е3 на любой ход мы ее отъедим поэтому здесь черные играют cd2 сильнейшее сопротивление тогда белые обрезают черных видите от похода в дамки и по двойнику и по косяку ну и черным просто некуда пошевелиться есть возможно несколько продолжений если не играют на а5 тогда уже играем на е1 видите стоит угроза на поле c7 играть нельзя то есть из-за простой угрозы де3 и белые победят то есть срединые поля нельзя занимать надо занимать только бортовые поля на d8 допустим да уже уходим тогда уже уходим дамкой на g1 ну и снова видите срединые поля сюда 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 куда угодно нельзя занимать из-за такого видите побили и мы побьем то есть остается допустим единственный ход на а5 у нас 4 бесполезно играть там уже просто нападение грозило тогда здесь делаем точный ход играем дамкой на c5 снова срединые поля нельзя занимать играть остается только на d8 ну и тут как по маслу мы выиграем нападаем cd6 надо отходить fe3 и снова нападаем черные теряют шашку белые строят треугольник петрова и побеждают так также в этой позиции еще так сюда сюда был возможен ход дамкой на b4 так нет не на b4 допустим на c1 вот еще возможен ход тогда играли бы мы на e1 допустим на а3 снова играем на b6 допустим ушли на е7 да на по отдаем видите дамку серединные поля занимать нельзя остается играть на e8 и тут снова мы выигрываем то есть напали отошли напали и черным остается только сдаться вот такой непростой энд шпиль еще раз повторяю в этой позиции начинающий выигрывает следующая позиция также сложная была проанализирована многими гроссмейстерами впервые и и хорошо проанализировал гроссмейстер виктор литвинович из ленинграда в этой позиции возможны четыре хода bc7 проигрывает давайте отмечу красным b7 также проигрывает самые сильные ходы но и фе5 такой себе ходик но можно играть и самый сильный ход fg7 давайте рассмотрим их по очереди после bc7 белые здесь выиграют таким образом нападаем cd4 ну закрываться cb6 бесполезно просто сыграем dc3 и за счет отсталой шашки b8 b6 вернее белые здесь легко побеждать поэтому здесь остается меняться только cb4 тогда играем gf2 грозим сыграть d5 ну и здесь есть несколько вариантов если черный играет b3 тогда нападаем f5 приходится закрываться и здесь сделаем точный ход ef4 черных есть несколько вариантов если они играются b6 тогда мы играем d3 видите меняться здесь бесполезно куда бы черные не побили они проигрывают то есть если они бьют сюда тогда проводим несложный удар cb2 и белые легко побеждают если же черные бьют в эту сторону тогда проводим такой удар cb2 присоска ну и снова куда бы черные не били они проигрывают допустим сюда побили тогда играем fg3 побили 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 и белые снова выигрывают так рассмотрели размен проигрывает остается играть только ab4 тогда здесь надо сделать точный ход cd2 только он ведет к победе ну и черных единственный ход b5 лучшего нет видите cb2 не пойдешь в дамки потому что просто белые сыграют dc3 и выигрывают остается играть только b5 и здесь выигрывает очень красивый вариант смотрите играем dc3 меняемся назад ну и на ход ab4 кажется что черные ну в любом случае достигнут ничьей а здесь выигрывают вот такой неожиданный ход dc5 тяжело его найти в расчете ну и как бы черные не били они проигрывают то есть если побили на b6 то красиво проводим комбинацию и выиграем cb2 и снимаем сразу же 4 шашки черных и дамку сюда 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 выигрышем если же черные допустим побили на d6 тогда бьем на d7 но после вынужденного размена здесь уже выигрывает так снова этот удар cb2 побили побили и выиграли так рассмотрели ход ab4 так в этой позиции еще возможен был ход так на b4 cb2 так а е d6 вот в этой позиции еще был возможен ход e d6 тогда играем d e3 ну и на ход ab4 снова выигрывается d2 то есть у черных единственный ход остается только жертвовать две шашки fg5 и проводить комбинацию они играют hg5 бой бой и затем bc3 вроде бы прорываются в дамке кажется что сейчас достигнут ничьей вот здесь белые играют hg7 и успевают победить то есть если черные нападают с этой стороны просто закрываемся и черные видите не успевают разменять шашку c7 в ответ на дамку то есть если они сыграют сюда просто можно так ну отойти просто затем отъедим шашку d6 и выиграем если же черные в этой позиции ну допустим ведут шашку на a5 тогда проводим третью шашку в дамке строим боевую позицию и побеждаем также кто не знает как строить боевые позиции ссылку оставлю в верхнем правом углу поджите может быть в комментариях закреплю нет две ссылки по моему можно только закрепить ладно закреплю в комментариях подсказку читайте комментарии так этот ход рассмотрели bc7 теперь давайте рассмотрим ход b7 он также проигрывает здесь тоже начинаем объединять играем gh2 повторяем ходы черных на b6 играем hg3 ну и на ход fg7 уже единственный ход видите fe5 ведь не пойдешь из-за удара ef4 и белые побеждают остается здесь играть только fg7 тогда играем cd4 ну и на ход ab4 здесь выигрывают сразу же две комбинации то есть первая комбинация такая Иван смурков недавно проводил на стриме вот такую комбинацию мне такой выигрыш кажется наиболее простым то есть черные видите нигде не прорвутся белые проходят дамки и побеждают вторая комбинация указана в книге геннадия хацкевича 25 уроков шашечной игры то есть dc3 затем ab4 затем cb2 затем de5 ну и затем бьем на a5 ну и здесь еще белым так скажем надо сделать несколько точных ходов так что я бы проводил первую комбинацию которую проводил на стриме Иван смурков так теперь рассмотрим ход fg5 этот ход уже не проигрывает но черным здесь надо также играть осторожно белые меняются hh2 и бьют вперед стоит угроза ed4 поэтому черным надо меняться cb4 так прошу прощения черным надо играть bc7 то есть видите пока меняться бесполезно так как черные здесь достигнут ничьей позиция будет равная так как удалить bc7 играют тогда белые нападают cd4 ну и после размена cb4 белые сами меняются fg5 и здесь есть два хода cb6 все таки ведет к ничьей а вот cd6 уже проигрывает после cb6 белые ну допустим меняются либо игра d e3 тогда мы сами меняемся ну вот здесь уже белые допустим поставили рожон позиция на самом деле равная то есть черные также ставят рожон и здесь здесь партия заканчивается ничьей например f4 cb6 fg5 bc5 g6 cd4 да что ты все прыгаешь то cd4 белые допустим отдадут шашку либо сыграют hg7 d e3 поставят дамку черные видите успевают пройти в дамке это ничья так что все прыгает у меня ну ладно так еще раз размен cb4 и после размена fg5 cb6 все таки ведет ничьей а вот cd6 проигрывает белые заходят в любки cd6 и как бы черные не играли они проигрывают то есть если они меняются bc3 ставят рожон белые просто идут в дамки и выигрывают то есть на ход d e5 играем b7 спустим e d4 меняемся также ставим рожон ну и на ход d e3 ставим дамку ab8 то есть видите стоит угроза fe7 то есть черные не могут просто отдать шашку и пойти в дамки из-за этой угрозы видите также в эту сторону бесполезно отдавать опять же из-за этого хода то есть остается играть только cd2 ну белые здесь симпатично выигрывают можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш на белых он не сложный но прикольный сыграем fe7 и красиво жертвуем дамку на поле f4 ну видите одна шашка белых легко справляется с шашкой в черных ну так играем так и выигрываем так рассмотрели первый ход bc3 если черная игра здесь b3 здесь белые выигрывают за счет присоски или так называемого контур удара играем gf6 ну и как бы черные не били они проигрывают то есть если они побьют сюда мы бьем дамки ну и на размен просто нападаем черные жертвуют шашку мы тоже жертвуем дамку и легко выигрываем поэтому черным приходится в этой позиции бить на поле g5 когда мы бьем на e7 затем бьем на f6 и также здесь побеждаем то есть на ход ab4 играем fg7 8 de5 поставили дамку приходится отходить просто разменялись и выиграли ничего сложного разобрали ход fe5 ну и самый сильный ход в этой позиции сыграть bc7 о fg7 белым здесь также можно собезьяничать сыграть cb2 думаю наиболее сильное продолжение ну и на ход fe5 сыграть gh2 разменялись черная игра gf6 мы тоже напали разок по аналогии и сыграли bc3 и возникает еще одна симметричная позиция вот здесь она равная то есть кто бы не начинал партия заканчивается ничьей здесь естественно лучше всего напасть ходом fe5 первыми то есть при параллельных шашках видите выгодно нападать игра черный fe5 мы меняемся черный меняется назад ну после d e3 допустим fg7 тоже еще раз разменялись gf6 fe3 fe5 тоже видите противостояние здесь возникло но белые за счет жертвы успевают достичь ничьей создали шашку и напали надо отходить ну и обе стороны прорываются в данке черные еще пытаются выиграть здесь важно отдать шашку и занять большую дорогу с ничьей в этой позиции cd4 уже проигрывает то есть черные бы сыграли ab2 затем напали бы видите на шашку и все равно бы ее отпушили здесь бы черные уже победили так что будьте аккуратны не надо жадничать после нападения ставим дамку еще раз и занимаем большую дорогу ну последняя позиция на сегодня впервые возникла в партии пылаев обаулин вчера кстати на стриме за счет знания вот этой позиции мне удалось победить Александра Крупко кандидата в мастера из украинского города Веница в этой позиции у белых есть два хода cd4 и hg7 позиция очень часто возникает в гамбитных позициях запомните ее cd4 уже проигрывает напрашивающийся ход потому что черная игра bc3 ну видите приходится бить белым только на b6 тогда черные аккуратно бьют на c7 и здесь во всех вариантах побеждают белые достичь ничьей не могут допустим разменялись черная игра dc5 не знаю как тут допустим еd6 ну пошли сюда допустим я не знаю допустим сюда 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 напали разок отошли ну черные просто проходят дамки и выигрывают по большой дороге какие еще тут варианты есть если еf6 белый игра ой bc3 тогда просто cb6 ну и на так все видите полностью зажали белые некуда ходить если сюда ну допустим пошли сюда сюда здесь наверное даже напасть можно пошли сюда сюда видите белые не успевают пройти в дамки черные здесь побеждают здесь не сложно выигрыш cd4 проигрывает этот меч в красном а вот hg7 здесь правильный ход ставит черных на грань поражения но все таки здесь есть сложная ничья которую важно знать то есть назад бить нельзя из-за комбинации белые отдают шашку затем еще одну и прорываются в дамки выигрышем поэтому в этой позиции приходится бить только вперед тогда белые нападают cd4 черных единственный ход bc3 белые бьют именно назад и здесь большие шансы на выигрыш у белых после cb4 черные проигрывают мы играем bc3 ну видите так играть бесполезно просто нападем cd4 и некуда ходить на такой ход выигрываем таким образом ну и шашка лишняя тут проблем нет то есть остается единственный ход fc5 а здесь выигрывает вот такой симпатичный прием играем ed4 ну после всех разменов нападаем fc3 у черных видите лишняя шашка но они спастись не могут на единственный ход fg3 белые проводят ударчик и побеждают так что не паникуйте в этой позиции здесь белые побеждают поэтому единственный ход в этой позиции fe5 тогда белый играет bc3 ну и после всех разменов в партии гроссмейстер Валентин Абаулин проиграл смотрите как это произошло черные пожертвовали шашку и сыграли cd4 белые играют fg3 ну и на ход d5 здесь играют gh4 черные играют ed6 ну и здесь выигрывает даже ход gh6 то есть белые постепенно пройдут дамки и победят ну в партии шашист Пылаев выиграл таким образом он пошел ab6 ну после размена dc3 сыграл g6 ну далее все форсировано e d4 fg7 d e3 черные как-то еще пытаются пройти в дамки но не успевают белые нападают gf8 можно конечно скинуть шашку c5 но здесь проигранное окончание а если играть d e5 тогда нападаем с поля g7 приходится отходить зажимаем полностью черных ну здесь все как по нотам ab6 cb2 b3 b5 или bc5 без разницы играем на c3 и легко выигрываем партия Пылаев а баулин 1953 года в этой позиции ход ab4 проигрывает а ничья все таки есть и надо сыграть для этого d e5 черные грызят сыграть cd4 поэтому белым надо играть e3 и вот здесь красиво надо пожертвовать шашку ab2 вот если не знаешь эту жертву никогда ее в партии не найдешь теперь у белых есть два варианта если бить вперед тогда у черных такая ничья они нападают f4 белым надо отходить ну и после хода fg3 белые скидывают лишнюю шашку и прорываются в дамки очень тоже непростое окончание 4 на 4 вот вчера мне удалось за счет знания вот этой позиции победить здесь к ничьей ведет только ход f6 все остальное проигрывает можете убедиться в этом самостоятельно белые ставят дамку и черные успевают достичь ничьей нападают cd4 у белых единственный ход d3 и теперь важно побить именно на поле f2 на b2 бить нельзя белые отдают шашку cd4 ну и в какую бы сторону они не били допустим на g1 черные успевают пройти в дамки и партия завершается в ничью так первый вариант если же в позиции белые бьют на поле а1 за черные играют ed6 в чем идея то есть на любой ход допустим g6 или ab2 черные нападают и если белые отходят а лучшего нет тогда они проводят вот такой удар то есть затем проводят вторую шашку в дамке ну и тут ничья без проблем белые еще могут тут поставить ловушку они играют dc3 ну и на ход ef4 а лучшего нет играют gf6 теперь они играют ab2 ну и здесь проще всего достигнуть ничью за черных ходом cd4 очень неожиданный ход видите бесполезно забирать три шашки потому что черные все таки достигают ничьей но здесь еще одна небольшая ловушка на ход ef8 важно сыграть именно b3 ну и черные затем проходят дамки и достигают ничей а вот bc3 естественно играть нельзя белые пожертвуют шашку ну и здесь видите черные не успевают пройти в дамки они проигрывают вот это последняя ловушечка так что друзья вот запомните еще раз эту позицию очень важная из партии пылаев обаулин правильно жертвовать шашку а g7 и затем нападать cd4 а вот вход cd4 уже за белых проигрывает если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии если что-либо непонятно отвечаю на все вопросы ну и сегодня у моего доброго знакомого моего шашечного коллеги владислава шипилова день рождения ему исполняется пятьдесят шесть лет поздравляю владислава днем рождения желаю здоровья любви хорошей работы в принципе у него все это есть ну так скажем желаю что все у него это оставалось да можете тоже друзья поздравить владислава вчера для вас вел классный стрим получился пусть мы и заняли всего лишь девятое место но было весело и интересно до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках